Клево всем, друзья! Наконец-то вырвался на рыбалочку. Первый раз за 4 месяца. Фух, дела были, не мог выскочить. Сейчас я нахожусь в центре Краснодара, озера Карасун. Один из карасунов приехал с фидером поймать, попытаться хоть что-то. Так что сейчас 4 ноября, 10 градусов тепла, днем обещают до 14. Я на одном из карасунов города Краснодара поподробнее об Краснодарских озерах я вам расскажу в процессе рыбалки. А сейчас погнали! Друзья, озеро Карасун, именно это, на котором я сейчас, как и все озера Краснодара, дикие, несмотря на то, что в них запускают рыбу. Да, есть ребята, которые сами скидываются деньги, запускают рыбу, хотя периодически государство само по себе тоже запускает рыбу. Непосредственно это озеро имеет глубину до 8 метров, ключи, термоклин летом не опускается ниже полутора метров, поэтому в прикормке никаких добавок я делать не буду. Буду ловить чистыми составами. В этом водоеме сейчас что можно поймать? Лещ подлещик, платва и карп, сазан, которые физически запускают. Карась еще. Поэтому я буду делать пылящую прикормку с надеждой на поимку карпика и сазанчика. Прикормка будет состоять из черной лещ. Такая прикормка. Кулькетч, пачка 800 грамм. Тяжелая прикормка, не пылящая. И из этой же серии зимняя плотва. Плотва пылящая. Как раз будет два вида прикормки. Одна будет пылить, одна не пылить. Все будет очень просто. Добавлю сейчас сюда просто воды и больше ничего. Водоем, дитя рыба очень осторожная. и скажем так, даже при кормке на основе рыбной муки ее могут отпугнуть. Из-за этого физически здесь карповики пролетают. Они приезжают, становятся, делают свой обычный карповый замес. И что там, как они обычно ловят на карповых водоемах при кормке с большим количеством рыбной муки и в итоге не идет поклевок. Даже летом, когда я здесь вокруг, люди кормят просто хлебом и макухой, сидят на удочке, ловят карпа, карася. Все, первый этап добавил, остальное буду добавлять чуть попозже, как обычно. То есть, буду делать обычную тяжелую прикормку. Пылящий состав прикормки плотва даст люфт в толще воды. Глубина ловли в районе 6 метров. Прикормка должна быть довольно тяжелой, чтобы смогла дойти до дна. Ну что, ребятки, прикормка готова. Начну с закормом. Точку отбил. Она буквально тут в 15 метрах. 15-20. Сейчас, давайте посчитаем вместе, даже интересно. 1-2-3-4-5-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 карп с сазанчиком даже интересно сколько она падать будет насчет 37 упала собой у меня есть опарыш который буду использовать для наживки и возможно чуть-чуть добавлю порежу в прикормку и собой есть мелкий мотыль мороженый тоже взял кусок отломал и разморозил который тоже буду добавлять в прикормку а вдруг сработает класса так сидеть посреди краснодара и в такой прелести добавлю мотыля мелкого мороженого чтобы на точке что-то было вдруг подойдет рыбка чтобы ее удерживала а дальше уже буду добавлять все остальное по обстоятельствам если будет нужно такой компонент мелкий который и не насыщает рыбу и в то же время способен ее удержать на точке до того момента пока я дам опарыша добавили еще мотыля добавлю все закорм готов цепляю рабочую кормушку самое интересное мне закончились кормушки с узнать несколько месяцев без рыбалки ставлю вот такую пятидесятку хотелось бы побольше объемом но что есть то есть есть или маленькие или большие ловить буду 30 сантиметровым поводком если не будет другой необходимости поставлю вот такую красную тоненькую десяточку размером как 14 на 0 12 поводке начну с него дальше смотреть будем или увеличится или уменьшаться возможно уменьшаться монтаж у меня обычный онлайн с фидергамом как я вижу эти монтажи можно перейти по ссылке посмотреть поводок ставлю просто на удавку ничего сложного нету повешу для начала три красных опарыш это может оказаться много ну начну с этого первая кормушка ну что в бой перезабросы буду делать примерно 10-15 минут сейчас не лето там мелочи нету сжирать прикормку никому а я жду рыбку покрупнее вдруг подойдет нету хлебушка не захватил не подумал покормил бы сейчас горочек лыске чайк толпа летает чайк всегда много зимой здесь была первая поклевка по ходу подошла плотва что нападение в толще были подергивание а потом поклевка со дна думаю был бы мотыль рыбка уже была бы есть есть кто то есть кто то кто то кто то кто то подлещик подлещик вот и сопливчик местный первая рыбка подлещик думаю, был бы мотыль, было бы повеселее небольшой, грамм 100 а тут он есть до 4 килограмм первая моя рыба на карасуне за много-много лет хотя это водоем на котором я учился ловить рыбу учился плавать что тут у меня только не было я его переплыл вдоль и поперек сотни раз на лодке и вплавь рыбка подошла перезабросы буду делать раз в 4-5 минут раз вот были первые поклевки чуть-чуть добавлю темп здесь что-то хорошее ребят рыбка рыбка тяжеленькая пошла медленно не спеша поклевочка такая ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох мне нравится мне нравится крючочек маленький поводочек тоненький рыбка хорошая тяжелая и бойкая карпик 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 подошел ну раз карпика подошел что леща не будет такой грамм 500 сазанчик пожалуйста 16 крючочек такой красивенький 4 сентябрь октябрь 4 ноября друзья такой только уверенная поклевка была не дергана как у подлещика раз и пошел маленький крючочек посмотрим дальше будем увеличивать или нет сейчас еще миска добавлю надо рыбку удерживать надо удерживать чтобы быстрее затопить леску удилища вниз воду отбилась коснулась дна и потихонечку становлю на стоечку сначала видел касание было чуть-чуть плавненько дернулась все видел рыба зашла на точку и через время хорошая уверенная поклевка давай 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 кто-то есть на точке же два раза шевелил но пока об давай 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 мимо мимо бац бац и мимо друзья озера карасун на котором я ловлю это уникальный водоем начну сдалека когда-то очень очень давно по этой территории протекал протекала река которая называлась карасун так если еще будет один пустая поклевка увеличу размер крючка город строилась и реку засыпали просто засыпали полностью оставляли небольшие озерцы озерца и в итоге по краснодару появилась сеть озер карасун некоторые из этих карасунов на которых я в детстве ловил рыбу полностью уже закопанный и на их месте допустим карасун на второй пятилетке который был возле химзавода на территории самого химзавода и на территории карасуна все это сравнялось засыпалось и сейчас большой микрорайон из 16 22 этажных домов хотя я в детстве там ловил рыбу мы ловили в большом количестве карася сазанчика сюда выпускали ведрами а я жил тут недалеко пятиэтажка на этого карася мы ловили здесь окуня щуку и ведрами все лето его вносили сюда выпускали потому что там было очень много он там даже задыхался непосредственно этот карасун когда-то давно примерно 50 лет назад когда начал застраиваться пятиэтажками микрорайон улицы селезнева на той стороне кубанский государственный университет здесь был остался небольшой водоем и вся остальная участок был высушен засыпан перекопан нет построили дома загнали технику экскаватор поклевочка загнали земснаряд и вырыли огромный водоем длина его от одного конца до другого чуть меньше километра а муж километрах до километра примерно ширина в районе 200 чуть меньше метров нанометров 150 посередине есть полуостров вот эта сторона на которой я сейчас ловлю от полуострова до 49 школы это было нерестилище именно здесь рыба нерестилась солнечная сторона та сторона более теневая там бугор дома и эта часть лучше всего прогревалась когда вырыли водоем углубили расширили сделали глубину 6 метров в нем запустили огромное количество рыбы карась золотой серебряный буфало американский сазан карп толстолобик амур щука окунь красноперка платва лещ полно лень рак все в большом количестве но люди купаются 4 ноября люди купаются и умные люди времен ссср поняли рыбы много а ланилистиции негде что от берега сразу был обрыв и была загнана опять техника это по рассказу моих родителей и был срезан берег полностью вокруг карасуна в итоге сделали ступеньку маленький обрыв метровый потом плавное погружение еще и обрыв сразу до дна то есть такое получалось обрывчик площадка с плавным погружением и большой обрыв до дна начал расти камыши трава и рыба во всю стала нереститься буфало как во все по всему краю и разопускали очень много без подпитки малька со временем выловилась она не с не акклиматизировалась и не стала у нас не листится мы ее называли король здесь краснодарском крае лично я ловил буфалу это полтора-два килограмма в этом озере мой папа поймал на перевертушку на пирожок с повидлом который взял для меня для писюнас я с ним плавал на лодке он стал перевертушки ставил на макуху виталик сожрал кусок макухи и пришлось взять его пирожок с повидлом на поставить на перевертушку на которую он поймал кин буфалу на 4 килограмма самое интересное вся буфала была всегда икряной была полная сковородка икры просто обеждение судак место для нерестилища его нет ветер усиливается и поэтому судак со временем тоже исчез последнего судака здесь поймали лет 15 назад он постепенно вылавливался вылавливался мест нерестилища нету и он исчез в одно в один момент пропал карась практически если в детстве его было очень много мы ловили головастик а так траву понимаю что там забита вот таким карасиком со временем он тоже исчез он был но в очень малых количествах и не обвалом сейчас линя ловят килограмм плюс я в детстве ловил длиной больше 30 сантиметров но чаще мелкие а есть сом я здесь самов ловил до 7 килограмм мои друзья ловили 10 плюс на спидинг на перевертушки на переметы леща было очень очень много несмотря на то что здесь постоянно стояли сети переметы сетей очень по многу бывало такое что просто смотришь весь поплавках вызывали ментов ну никто ничего мой папа увлекался здесь лещом и он ловил крупного леща самый крупный что лещ он здесь ловил 4 400 веса у него были места выходил на лодке закар он каждый день кормил каждый день на работу не на рыбалку утром перед работой выходил закармливал сматывался ехал на работу и в итоге ловил средний лещ это был полтора два килограмма средний лещ это хороший клев за утряночку десяток он поднимал мелкого ладошечного немерено мы его называли пивным мы уловили в больших количествах потом солили шли к друзьям садились такими тазиками смотрели телевизор видео и кушали соленого вяленого ладошечного подлещика окунь больших количествах щука до спидинг живец и лет так 7-10 назад не помню когда на карасуне началось строительство двух огромных домов это должна была серия идти из 13 и 14 домов вот туда из восточный рынок первый дом стоял здесь вдоль карасуна были рощи из деревьев парк первый дом была сосновая роща ее под корень воткнули этот дом второй дом стоит на месте рощи грецкого ореха и дальше сюда шли сосульки но вот они через такой с большими листьями не помню как называется такими сосульками а частично осталось карасун засыпали все нерестилище полностью засыпали сейчас сразу обрыв до 6 метров рыбе тут нереститься негде при этом лет 15 назад почти все карасуны зарыбляли некоторые были полу осушены углублены и зарыблялись рыбой это было лет 10-15 назад в итоге здесь появилось много сазана карпа и карася карась тут кило плюс порой ловят и плюс несколько лет подряд группа энтузиастов тоже запускает в основном амура и сазанчика с карпиком но проблема в том что вся эта сторона стала не кормовой здесь камни огромные булганы лежат из них составлен берег и сразу идет обрыв кормовой базы почти нет осталось только на сторона с кормовой базой но она не теневая то есть нерестилища нету да рыба найдет где нереститься скорее всего как раз будет в тех местах нереститься но вот то того нерестилища как было здесь а здесь было так вот примерно в пяти метров от меня ивы в воде и от ив до берега еще было 5-7 метров вот это вот вся ширина была мелководья и вы стояли в воде корни такие огромные которых раков щуку мы руками ловили и вот это все было нерестилища огромная кормовая база было много травы была валлистнерия роголистник еще наподобие роголистика только ли более мягкая не помню как называется ну в итоге с тех пор как начали за дома строить я еще жил здесь я просто перестал сюда ходить мне это было тяжело потом я переехал в другой район города и вот за весь этот период я второй раз здесь сейчас глубина самом глубоком месте где-то 8 8 с половиной метров попу есть есть ребят есть 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 если видит им пану и поклевочка на одного опарыша кто-то 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 кто это кто это кто это подлещик возможно выше стоит красавчик вот побольше красивый темненький а среди положено за низ губы вот такой красавец давай 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 есть 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 походу подлещик подлещик да вот он красавец далеко хороший хороший друзья шикарный он он друзья он 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 иди 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 ко мне иди мой хороший и фрикцион отпущен и на 5 подсак подтащить давай выходи 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 есть сазанчик друзья согласитесь лайк такой же как 1 но мельче чем который сошел не зря эту штуку взял шахте отлично тоже с полкило такая красавица друзья всем огромное спасибо за беспокойство мне очень многие писали спрашивали что случилось куда я пропал почему не выпускаю видео много всяких семейных проблем в первую очередь финансовые так что о спонсоре друзья спонсор моего канала интернет магазин мебели студия мебели мастерская ссылку на магазин я оставлю в описании классный интернет магазин доставная его работа все таки по краснодару но край берет тоже очень много в магазине есть у магазина машины с которым он сотрудничает возят по краю сборные груз также есть водители козели которые возят отдельный за отдельную плату более двух тысяч товаров большая складская программа товаров скажем так более 100 моделей модульных кухонь там более 300 моделей стенок гостиных спалень прихожек обеденных столов магазин сотрудничает более чем с 20 фабриками России также в его ассортименте есть кухонные обеденные столы производства Малайзии и Китая при наличии товара на складе поставка осуществляется по Краснодару в течение от одного до четырех рабочих дней после внесения предоплаты при заказе до пятидесяти тысяч рублей предоплата составляет всего одна тысяча рублей остальное при получении товара средняя цена погонного метра модульной кухни фабричной кухни из которой можно собрать угловую, прямую, п-образную все что угодно высокую, низкую, какую угодно средняя цена погонного метра десять-двенадцать тысяч то есть это фабричное качественное производство и классная цена ссылку оставлю в описании цены магазин всегда держит актуальные скажем так девяносто девяносто пять процентов цен оп 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 есть еще один у магазина актуальные поэтому если надо заходите смотрите заказывайте звоните транспортной компанией магазин тоже отсылает по всей России вот буквально недавно отсылал кухню хорошую большую кухню на Дальний Восток клиенты сказали что с доставкой им вышло в два с половиной раза дешевле чем приобретать у них зеркальный небольшой такой же красивенький есть есть ребята ой какой красивый смотрите кстати 1 мой карп 1 мой сазан карп пойманный на удочку это был циркальный на 3 килограмма это мне было лет 10-12 то ловил всякую мелочевку а тут с папой ловили не мелочевку вода среди красавец шахта какая так что друзья я никуда не пропадал основная причина это все-таки финансовая спасибо всем кто беспокоился но я это время зря не тратил друзья я уже как-то рассказывал у меня травма спины разбит хрячек 4 поясничного позвонок подвижны и это одна из причин почему я бросил ловить судака в первую очередь я физически не могу долго ходить судак все-таки это основная у нас это пешая рыбалка ходовая постоянно на ногах постоянно стоишь передвигаясь и у меня позвоночник не выдерживает и даже с лодки с там с товарищем мы ловили я после проведения дня в лиманах на лодке почти неделю приходил в себя порой очень тяжело значит все от по 4 месяца я хожу в тренажерку у у меня очень большой я в детстве занимался усиленно спортом скажем так 16 лет при весе 75 килограмм я делал жим лежа 105 килограмм так вот я хожу зал скинул 10 килограмм сижу на диете поднялся до 100 сейчас опустился до 90 сожалению я сижу на минимум питания опуститься ниже пока не могу но сейчас добавил нагрузку я создал себе комплекс по укреплению мышечного каркаса и в первую очередь давлю на мышечный каркас так что я занимаюсь и дай бог в скором будущем я смогу заняться ходовой рыбалкой и вот еще видео о ходовой рыбалке так что всем спасибо что беспокоитесь за меня было огромное количество с чего снять вы даже и представляете ну скажем так ловля амура на удочку на мах ловля целенаправленно амура на платниках на фидер целенаправленно даже как и на удочку вот в таком ракурсе было много чего поездить по краю половить разную рыбу еще умеет желание это болонская удочка но к сожалению финансов на них нету хорошая болонка дорогая также как лодка была бы лодка я бы сейчас бы с лодки много бы снимал щука судак карась к сожалению лодки у меня нету последняя умерла но друзья если кто-то хочет помочь финансово заходите на канал в разделе о канале есть карта на которую можно скинуть любую делаю денежку 10 рублей я буду уже рад так что если кто-то поможет будет респект ловим рыбку надеюсь еще поймаю давай 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 поклевка сход не пойму подлечек на на мелкий и поклевка для бежащая была водичек хорошенький хороший хороший мелкий мелкий зажрался таких кубани когда ловят это все это поймал леща рыбы подлещик вода не бывает то есть лишь сопливчик давай 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 есть 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 ребятки кто-то упористый 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 хорошенький фрикцион на минимуме упирается классно у вас класс класс у вас быть среди нифига себе пока поднять не получается но я и форсирует крючки тоненькие поводки тоненькие вот он вот он вот кто это кто это поднимайся поднимайся ой красавец вывернулся сазанчик друзья сазанчик сазанчик такой уже поприличней грамм 600 800 не грамм 600 ой красавец посмотрите шикарный вот вам красавица вот вам красавица сазанчик позднеосенний хорошая поклевка от риопарша была я даже прозевал ее отвлекся я бы так сказал хорошая хорошая сазанчик сазанчик друзья друзья три а параша скушал красавица сазанчик сзанчик сзанчик сазанчик с海ми Sam и Отщеплялку. Шикарный, красный. Смотрите, хвост у него один плавник, второго нету. Акула. Смотрите, вот такой малюхотенький крючочек. 14. Также за самый один. Три. Да, стрекозы разлетались вовсю, потеплело, повылазили, отогрелись. Почему же, говорю, эта сторона, нерестилища было. Солнышко тут давит полдня. Целый день давит в этом месте. Либо здесь вода прогревалась, самый был теплый участок. Был. Обожала здесь ловить на перевертушке, проплыв и щуку. Сразу, друзья, сразу поклевочка. Сразу. Класс. Вот это класс. Три опарыша дипанул шоколадом. Крючок маленький. Быстро действовать нельзя. Давай, 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 давай. Где-то, где-то, где-то. Вылазь, покажись. Покажись, покажись. Ох, бьется. давай есть вот он зеркальный в этот раз зеркалка кто-то мне скажет я такие без пацака на донке такие сейчас это же просто прелесть другие смотрите закончил рыбалку давайте посмотрим на улов что я поймал сегодня очень даже неплохо друзья ну что ребятки вот так не знаю килограмм 6-7 рыбки поймал сейчас буду и отпускать вы видите красавцы вам повезло я на диете дома рыбу никто не ест так что путь друзья ну что ребятка рыбалка удалась центр краснодара рыбка есть клюет но отпускайте друзья пусть живет пусть радует у нас поклевками рыба есть все классно до новых встреч так их viv ну с это